В свой первый рейс отправляется второй Самарский Рыжик, как ласково его окрестили работники ТТУ. Подобная модель уже несколько лет ходит по рельсам города. Но новый вагон оказался еще лучше, восхищается водитель Наталья Вакарева. В кабине тепло, кресло подстраивается под вес и рост водителя, а окна сконструированы так, что практически нет мертвых зон. Да и весь трамвай оборудован несколькими видеокамерами, как внутри салона, так и снаружи. Вот здесь вижу салон с задней стороны, здесь с передней стороны салона. Это улица уже, вот где двери идут. Удобно то, что я за всем наблюдаю, я вижу это все. И идет запись, если что-то там нужно потом просмотреть, уже можно запись взять, посмотреть. Для пассажиров вагон постарались сделать также максимально удобным. Он низкопольный и оборудован откидной платформой для мам с детьми и маломобильных граждан. Ну так чистенько, а вот удобно или неудобно, это вот надо поездить, посмотреть. Я не могу ничего сказать, потому что первый раз еду. Парк давно обновлять пора. Просторный салон, экономичные лампочки на антивандальном креплении и бесплатный Wi-Fi. А также не имеющий аналогов разработка, умный автоинформатор. Он ориентируется под GPS и сам сообщает пассажирам о следующих остановках, независимо от водителя. На экране в салоне пассажиры смогут получать сообщения от МЧС или другие важные новости. Этот телевизор не для рекламы, подчеркивают создатели системы. Сам вагон изготовлен с большим запасом прочности. Это делает поездку безопасной как для пассажиров трамвая, так и для автомобилей и участников ДТП. То, что вы видите на старых вагонах, вот эта автосцепка, которая впереди, она очень травмирует пассажиров легковых автомобилей и водителей. Здесь она у нас складная и спрятана под элементами экстерьера. Полгода трамвай будет проходить испытания на самарских улицах. Если модель зарекомендует себя с лучшей стороны, то такие вагоны возьмут на вооружение и закупят в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Там несколько маршрутов. Пятый, потом двадцатый. Сейчас на нем написано маршрут номер пять. Это самый длинный, самый такой посещаемый большой грузопассажиропоток. Будем его испытывать на самом таком большом маршруте. Обновление парка ДТУ уже началось. В начале следующего года в Самару прибудут 20 новых трамваев и столько же троллейбусов. Марина Матвешина, Максим Гусев, События.